Театр имени Моссовета представил первую премьеру нового сезона «Я, бабушка, Ильико и Илларион». В 60-е дебютным романом Нодара Думбадзе зачитывалась вся страна. Тенгиз Абуладзе снял фильм по этой книге, а ее инсценировки с успехом шли во многих театрах. В питерском БДТ, например, роль главного героя исполнял молодой Сергей Юрский. На Моссоветовскую сцену под крышей, ностальгическую историю о жителях грузинской деревни, перенесла режиссер Марина Брусникина. «Никто не сыграет грузина лучше самого грузина», решила Марина Брусникина с самого начала работы над спектаклем. И запретила актерам изображать грузинский акцент. Впрочем, лезгинку они все равно танцуют, хоть и под русскую народную мелодию. А вот песни в спектакле в основном на стихи русских поэтов. Кроме одного маленького кусочка настоящей грузинской песни, все остальные написанные песни специально как бы грузинские, но это стихи Дельвига, Тарковского, Лермонтова, да, то есть это опять такая некая планета общечеловеческая. «Я, бабушка Ильико» и Илларион – спектакль веселый, шумный, праздничный. Самый неугомонный персонаж – это Ильико в исполнении Александра Ленькова. В жизни актер не раз встречал подобных людей, но описать их словами затрудняется. «Я вот многих знаю таких, ну может быть не таких острых характерных, но с какой-то, вот с этой вот Лесковской или с Платоновской загогулиной». Но главное в актерском ансамбле без сомнения Ольга Остраумова, сыгравшая бабушку главного героя. Любовь и нежность к внуку ее героиня прячут за показанной строгостью. Детей нужно поставить внука на ноги в трудное послевоенное время. «Я считаю, что это любой нации, это соль земли, женщины. Особенно пожилая». Зал под крышей, где идет спектакль – это особый уголок в театре Массовета. Зрителей сцену ничто не разделяет. Это создает ни на что не похожую атмосферу, атмосферу дружеских посиделок. «Встречаешься с друзьями, сесть на кухне и рассказываешь какие-то истории, вот это то же самое. То есть пришли люди, и ты должен их завлечь вместе, чтобы они с тобой вместе поучаствовали. Вспомнили какие-то вещи». Восприятие жизни как праздника, несмотря ни на какие трудности – вот то главное в грузинской культуре, что пыталась передать Марина Брусникина. Хотя в конце спектакля главный герой провожает бабушку в последний путь, зрители все равно выходят из зала с ощущением, что стали участниками настоящего грузинского застолья. Павел Шенин, Кирилл Пальмовский. Новости культуры.